РП в Майнкрафте. Такое, оказывается, существует. Когда я только начинал изучать тему, я думал, что найду, дай бог, пару никому не нужных сервера. Но я нашел забитые до отказу огромные машины по выкачке денег, даже более наглые, чем GTA RP сервера. Я нашел такие проекты, существование которых кладет даже сталкрафт на лопатки. И в качестве вишенки на торте я посетил сервер, доступ к которому стоит 3,5 тысячи рублей. И судя по онлайну, там нет отбоя от желающих. Я уверен, что вы до конца жизни будете жалеть, если не посмотрите это видео полностью. К 2025 году я должен собрать 200 тысяч подписчиков на этом канале, поэтому тыкай вот сюда, видишь же, как я старался. Ну а мы стартуем. О Minecraft RP я узнал из видео своего знакомого Максоса, который играл на каком-то сервере, который был очень похож на GTA RP. Привычная схема. Большой город, в котором работает полиция, мэрия, больница, армия, а по темным переулкам гуляют всякие разбойники и мафиозники. И каждый полицейский, и каждый сотрудник мэрии, и каждый бундит, это всё реальный игрок. В общем, мир возможностей прямиком из GTA. Только умноженные на майнкрафтовские кубы, кривые автомобили, которые умеют разворачиваться на одном месте, и повсеместные скины мальчиков и девочек 16 лет. А я ведь ещё застал времена, когда были популярны скины с чёлками и криперами на спине. И перед тем, как я подключусь на сервер в первый раз, я должен вас предупредить. Не вздумайте пиратить майнкрафт. Половина серверов из этого видео запускается и без официальной лицензии, а потому соблазн скачать какой-нибудь подозрительный лаунчер по первой ссылке в гугле очень велик. Но ещё раз повторю, не вздумайте. Пиратский майнкрафт это одна из самых завирусованных и самых опасных пиратских игр. В описании я оставлю ссылку на подробное расследование об одном из таких лаунчеров, но не вводитесь в заблуждение. Совершенно все пиратские лаунчеры работают по схеме воровства паролей, личных данных, перепродажек краденных у вас лицензий, созданий ботнетов для додоса и так далее по списку. Поэтому я для скачивания всех подозрительных лаунчеров использовал виртуальную машину, на которую по гайду от Линуса прокидывал видеокарту. Но сразу предупреждаю, это лютый гемор, и я на него потратил как минимум день. Вообще, если вы жили не под камнем, то могли заметить, что в России в последнее время как-то часто стали всплывать новости, что недобросовестные пираты зашивают в свои репаки всякую гадость. Вот почему игры лучше покупать в Стиме, а поможет с этим сервис Купикод. У Купикода самая низкая комиссия на рынке для пополнения аккаунтов Стима. Пополнить можно даже казахстанские аккаунты в тенге или долларах. Никаких паролей от аккаунта Стима никуда отправлять не нужно. Сначала вводите логин аккаунта Стима. Потом указывайте мой промокод и сиспизи, который снизит комиссию и даст скидку на покупки. Выбирайте сумму и готово. Купикод это не только сервис пополнения Стима, но еще и игровая экосистема. Если хочется купить игру недоступную в РФ, не беда. Целый раздел на сайте, где собраны игры, которые нельзя купить из России, вам в помощь. С помощью Купикод можно купить их прямо на свой российский аккаунт. И не нужно заморачиваться с цифровой миграцией в Казахстан. Ну а для зарегистрированных пользователей теперь действует кэшбэк с каждого пополнения и покупки. Ссылка на Купикод в описании. Итак, установив виртуальную машину, я наконец запустил Майнкрафт и зашел на тот самый сервер, похожий на GTA. Я даже не успел вылезти из настроек, как на меня напрягнул какой-то спецагент из 6-го Б и попросил проследовать за ним на получение паспорта. О, слышишь ты меня же слышишь? О, идем за мной, я тебе помогу паспорт получить. Я особо ничего не понимая, решил подчиниться. За приемной стойкой в мэрии стоял судья, который с помощью скрипта заплудил весь чат от игровками, а после моментально открыл мне меню получения паспорта. Вот бы в реальных США можно было так же просто получить гражданство. В общем, я зарегистрировался, как Сергей улезло, и получив совет от этого судьи отправиться в больницу за медкартой, так и сделал. Получив медкарту, я обратил внимание, что выполнил какой-то квест. Оказывается, на спавне стоял болванчик с квестами, за выполнение которых выдавали подуровни. Так здесь называли опыт. Решил выполнить задание на покупку чего-нибудь в магазине. Дошел до магазина одежды и понял, что мне с моими 600 баксами в кармане тут как-то ничего не по карману. Поэтому я задумался, что надо бы мне поменять скин, чтобы выглядеть не как Стив. Установить скин здесь можно только по чужому никнейму. Я зашел на сайт со скинами, охренел от современной моды у детишек и за неимением лучшего выбрал вот такой вот скинчик. Прописал команду и... Владелец скина, видимо, решил сменить стиль. А сайт этого не отобразил, и в итоге получился из меня какой-то анонимус. А поменять скин еще раз я мог только через 24, блин, часа. Ну и кошмар, как я теперь на люди-то покажусь? Нашел команду для вызова админа и написал туда за помощью. Админ спросил новый никнейм скина, но в итоге оказалось, что этот скин тоже был изменен. И получился из меня в итоге какой-то эмо-школьник с фингалами под каждым глазом. И здесь я обратил внимание на достаточно раздражающую вещь. Постоянно убивают, надоели бандиты, прокачая силу на сайте и получит три дополнительных сердечка. Я подумал, хм, может тут на сайт вынесена крутая ролевая система с прокачкой персонажа? А ну-ка посмотрим. Оказалось, что прокачка в понимании создателей этого сервера выглядит следующим образом. Ты достаешь все свои деньги и кладешь их прямо админу в кошелек нахрен. О, да! Всего за 299 рублей получи три дополнительных сердечка, чтобы быть круче бомжей, которые не положили деньги в наш кошелек. Забанили тупые админы? Всего за 399 рублей получи доступ на сервер снова. Лидер фракции выгнал тебя за плохое поведение и добавил в черный список. Всего за 179 рублей мы заткнем этому уроду рот и вернем тебя во фракцию. Все для тебя, братан. А что насчет АВП за 399? А может ты хочешь кибертрак? О, нет, я знаю, что тебе нужно. Купи себе остров за 5000, а чё бы нет. Или отель за 7, чтобы фармить бабос. Не так богат? Ну хоть яхту купи за 2000. Чё за жмот? Вот, кстати, как будет выглядеть ваша яхта за 2000. На ней нельзя плавать, это будет тупо постройка яхта посреди моря. Экспириенс за 2000 рублей, очутили? Продается на этом сервере вообще всё. И продается настолько нагло и навязчиво, что даже мобильные гачи дрочильные не стояли близко. Каждую минуту в чат с громким звуком приходит уведомление в духе. Хочешь задонатить? Отличная идея, вот ссылка куда платить. Чё, тяжело прокачать уровень? Купи защиту от кика за АФК, тебе чё за падло? Не хватает денег на жильё? Чё ты как лох, купи валюту. Ходишь пешком? Ну ты, днище. Купи электрокар за 400 рублей. И это каждую, блин, минуту. То есть за час игры админ сервера как минимум 60 раз попросит дать ему денег. А то он же бедный до хрена. Такой наглости не позволял себе ни Амазинг из Криминальной России, ни Маджестик из GTA 5. Да, Маджестик вылился своим казино, что тоже по сути кромешный ужас. Но играть в него, не думая о том, что с тебя хотят содрать все твои деньги, было хотя бы возможно. Здесь же админ то ли бешеного воздуха надышался, то ли взял лекцию по заработку у Эндрю Тейта, то ли это действие чё покрепче. В общем, настолько раздражён монетизацией в играх, я ещё никогда не был. Позор тому, кто это придумал. Нет желания учиться в университете? Купи высшее образование на сайте всего за 299 рублей. Вот мы и добрались до первого препятствия на нашем пути. Чтобы попасть в любую фракцию, вы должны иметь образование, и желательно высшее. Вы можете возразить, мол, можно же пойти в Бандит, и там образование, наверное, не нужно. Но, как я позже выяснил, ещё как нужно. И сейчас вы поймёте почему. В общем, дорога моя лежала в университет. Не успел я зайти в здание, как тут же у меня попросили паспорт, и сразу, без вступительных экзаменов, определили в опущенцы. Ой, в смысле, в студенты. Прямо на входе стоял NPC, который предлагал войти в дискорд университета, чтобы иметь возможность пройти всё обучение экстерном. Но этот путь мы рассмотрим чуть-чуть позже. А пока я обратил внимание, что один из преподавателей начал рассылать уведомления о том, что вот-вот начнётся пара по физре. И, о-о-о, бой, я не мог пропустить такое событие. Я пришёл в спортзал, где преподаватель построил всех желающих получить порцию знаний, и спустя минут 15 ожиданий, пока дойдут все желающие, пара началась. Все ровно встали. Блин, реально как на физре в школке, блин. Возможно, этот парень знает по себе, как там в школке на физре. Потому что сам сегодня туда ходил. Преподаватель был очень строг. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. В смысле отчисление. Да твою мать! Чтобы подтвердить свой авторитет, он даже демонстративно, прямо на паре, отчислил какого-то студента. У меня есть плашка, уволить. У меня есть плашка, уволить. В общем, наш 10-летний физрук, видимо, чтобы не вызывать смех у окружающих, общался преимущественно через текстовый чат. Это, однако, не помешало ему проводить урок. И вот, собственно говоря, в чём заключался смысл всего действия. Образование на этом сервере — это такой креативный способ объяснения новичкам основ ролевой игры. Как правильно писать РП от игровки в чат, что такое РП в принципе и прочее. Каждый игрок должен пройти через университет, чтобы показать, что он действительно понимает что-то в ролевой игре. Задумка действительно интересная. Правда, реализация была полным говном. Объяснить РП игру, по мнению этого преподавателя, можно было просто выкинув в чат стену текста с помощью скрипта. Дескать, нате, читайте. Скрипт препода отправляет сообщения быстрее, чем их в принципе реально прочитать. А чат в Майнкрафте ограничен по количеству отворожаемой истории сообщений. А потому очень скоро первую половину стены текста уже было невозможно увидеть. Не дав ни минуту на прочтение, преподаватель потребовал от первого ученика, чтобы тот вышел из строя и продемонстрировал свои навыки в физкультуре. Ну и ученики, кто как понял, начали выполнять эти упражнения. Минут 15 спустя очередь дошла и до меня. Я откинул километровую отлигровку на то, как я пафосно выхожу из строя, что раззадорило преподавателя, и тот решил дать мне особое РП задание. Минут 15 я пытался по РП закинуть мяч в баскетбольную корзину. Рандом был не на моей стороне, но спустя несколько попыток у меня все-таки получилось сделать то, что от меня хотел преподаватель. Мне заявили, что я был лучшим студентом за всю пару, и отправили в дискорд университета смотреть на оценки. После пары препод отдельно подошел ко мне и поинтересовался, не хочу ли я пройти университет экстерном. Дескать, я и так все знаю. Я ответил, что хочу, и отправился заполнять тест в гугл форме. Экстерный экзамен выглядел следующим образом. Есть гугл форма, в которой есть куча вопросов про то, как правильно нужно отыгрывать РП. Получаешь хотя бы 18 баллов из 24, и поздравляем, вы прошли университет. Осложняется этот тест тем, что составляли к нему вопросы дети не старше четвертого класса. И понять суть вопроса от того становилось еще сложнее. Вот, например, банда Крипс вырубают медика и унесли его на гетто, после чего начали грабить. Да что ты, черт побери, такое несешь? Видимо, до правила использования слов в единственном и множественном числе автор этого вопроса в школе еще не доходил. Бывает. Кое-как я все-таки сдал этот тест на позорные 22 балла из 24, отправил об этом отчет в дискорде, и этот же преподаватель пошел проводить мне еще один экзамен. На этот раз уже очный. Я его тоже успешно сдал. И чтобы завершить обучение, мне нужно было пройти еще один экзамен, да сколько можно? Теперь это был системный экзамен от разработчиков сервера, которые тоже не слышали ни про запятые, ни про времена глаголов. От того, сколько ошибок я наляпаю в этом тесте, зависел уровень образования, который я получу в итоге. Всего их тут то ли 3, то ли 4, то ли хрен поймет сколько. В общем, важно знать, что если вы получили хоть какое-то образование, кроме высшего, поздравляю, университет надо будет проходить заново, ибо без высшего образования дальше будет очень трудно. Слава богу, что мне повезло, и я получил высшее образование с первого раза. Но дальше градус абсурда подскочил до такой степени, что я решил просто забросить съемки этого недоразумения, а причиной тому стало мое вступление в армию. Армия далась мне не с первого раза. Когда я пришел устраиваться, я выяснил, что оказывается моего четвертого уровня мне достаточно, чтобы стать бравым солдатом, и мне нужен как минимум пятый. На тот момент у меня было всего 2 из 5 опыта, что означало, что я должен был без остановки продолжать играть в эту игру еще как минимум 3 часа. Как удобно, что можно купить защиту от кика из игры в магазине, не правда ли? Но идти по пути для слабаков я не собирался, а потому, чтобы снять для вас это видео, я потратил несколько часов на гринд денег, работая на разных подработках для новичков. В общем, спустя 3 часа страданий и наблюдения за местной фауной... Ты вот, ты вот влил в эту игру 100 тысяч, да, Гарриш? А кто у тебя столько денег, чтобы в игры вдонатировать? Я в год зарабатываю больше 2 миллионов рублей. Жесть, а кем ты работаешь, если не секрет. Короче, я фрилансер, так сказать. Ну я понял, ну а какие ты услуги-то предлагаешь? Все делаю. 3D-дизайн, аватарки, даже разные прокачки игр, прокачки аккаунтов, прокачки... программирование сайтов, редактирование сайтов, создание логотипов, трейдинг, ниши в ютубе, ниши в тиктоках, ну и так далее, нейросети и т.д. По-моему, я чем-то не тем в жизни занимаюсь. Я, наконец, имел достаточный уровень, чтобы вступить в армию на правах рекрута. Полковник Пинки Пай позадавал мне тупейшие вопросы о том, что такое есть РП, и после 25 отжиманий в РП-чат, принял меня в качестве рекрута армии США. Итак, для того, чтобы получить военный билет и, наконец, получить возможность устраиваться в нормальные фракции, мне нужно было заслужить звание офицер. И по уже сложившейся традиции всех этих ужасных РП-серверов, звание офицер нужно было получать с помощью тонны отчетов. Для тех, кто не видел моих предыдущих видео, поясню. На таких серверах, как этот, во фракциях, будь то полиция или армия, есть звание, начиная рядовыми и заканчивая командными, а распределяет эти звания лидер фракции, которого выбирают админы. Для того, чтобы у простых игроков была возможность подниматься по карьерной лестнице, админы придумывают разные задания, которые игроки должны выполнить, чтобы получить новые погоны. А чтобы проверить, действительно ли игрок выполнил эти нормы, админы придумали отчеты, которые игроки должны отправлять лидеру, а тот, в свою очередь, должен их проверить и либо одобрить, если все хорошо, либо отказать, если что-то пошло не так. Местные аборигены рассказали мне, что требования к отчету можно увидеть в Дискорде. Для повышения нужно было выполнить кучу требований по прохождению всяких инструктажей и прочего, и вам может показаться, что, мол, наверное, это логично, но не дайте себя обмануть. Это все исключительно рудиментарные элементы. Вы думаете, что кто-то будет проводить вам нормальный инструктаж? Хорошо пошутили? Вам просто заспамят чат за 3 секунды и отправят нахрен. И так со всеми требованиями. Руководству фракции помогать мне было в тягость. Они хотели, чтобы я побыстрее испарился и не доставал их этими всеми своими отчетами. Никто рпшить тут с вами не будет. Максимум откинут секунд за 5 тонну биндов и пошлют в жопу. Старшим по званию, например, полковникам, кристально пофигу на ваше существование. А потому выполнение требований для отчета выглядело так. Я, 20-летний лоб, должен был бегать за малолетками-фембойчиками на полковниках и генералах и умолять их обратить на меня внимание и принять у меня эти сраные задания. Иногда они соглашались, а иногда, как полные сволочи, заявляли, мол, ты теперь, короче, дневальный, стоишь вот тут на КПП, пока я не разрешу тебе выйти. И меня это коснулось, и разрешили мне уйти они только спустя 2,5 часа. 2,5 часа я как последний кретин стоял возле этого КПП, пока за мной наблюдали эти два тугодума на полковниках. Это ли не полный ужас? Нет, дальше еще хуже. Для повышения есть как обязательные, так и необязательные задания. Обязательные задания нужно сделать обязательно. А необязательные задания, ну, их тоже нужно сделать обязательно, но не все, а только три на выбор. Например, мне нужно было по РП начистить 10 стволов и помыть КПП. Без великого удовольствия и только ради вас и контента я взялся за эти РП задания, и в итоге, насрав отыгровками в чат, которые совершенно никому были не нужны, я отправился заполнять отчет. Для повышения с первого звания на второе на амазинге из этого видео мне нужно было сделать 7 скриншотов. В GTA 5 на Маджестике весь военный билет я получил за одно видео с пробежкой и 5 скриншотов. Но на РП сервере в Майнкрафте, чтобы повыситься с первого звания на второе, мне в итоге нужно было сделать 45 драных скриншота. 45! Потому что те, кто придумывал эти отчеты, додумались, что на каждое действие, на каждую реплику инструктора во время инструктажа и на каждое посещенное место во время экскурсии, на каждую отыгровку в РП чате нужно делать отдельный скриншот. Охрененно удобно, да? Но и это еще не вершина маразма. Спустя минут 30 умоляния полковника и его помощников проверить мой отчет, мне сообщили, что отчет у меня внезапно не принят. Угадайте почему? Потому что у меня нет сраного дома, у военного, у новичка, который проходит армию, чтобы получить военник, должен быть дом, по мнению админов этого сервера. Слава богу, что домом считается и отель. И мне повезло, что недалеко от армейки было одно свободное место в отеле, которое я и занял. Поправив этот момент в отчете, я получил еще один отказ. А знаете почему теперь? Потому что я помыл не только ПП, блин. Оказывается, что когда я по РП мыл полы, я должен был помыть их только внутри вот этой будки. А я помыл не внутри, а снаружи. А знаете, где об этом написано? А нигде об этом не написано! За все эти несколько видео я уже достаточно неплохо разбираюсь во всех этих РП помойках. Но такие сложные и дроченые отчеты я не видел еще нигде. Напомню, что по прогрессии, которую выстроили админы этого сервера, получить военный билет очень нужно, иначе ни в одну другую фракцию тебя не возьмут. Окей, спустя еще час унижений перед генералом, мой отчет, наконец, был одобрен, и меня повысили до сержанта. Чтобы повыситься до офицера и получить военный билет, мне было необходимо несколько раз защитить авианосец от нападения. Но то, что произошло дальше, я уже не мог стерпеть. Видите ли, чтобы защищать авианосец, нужно иметь оружие. И таковое мне, по идее, можно было взять со склада. Только вот незадача. Каждый раз, когда я брал оружие в инвентарь, оно сразу же у меня исчезало. Я позвал админа, чтобы разобраться, и админ мне объяснил, что у новичков до седьмого уровня оружие всегда будет исчезать. Это значило, что пока я не наиграю еще 4 часа, просто стоя на этой базе, я не смогу даже начать выполнение требований для повышения. То есть, еще целых 4 часа мне нужно было просто ничего не делать. Но при этом стоять в АФК нельзя, ибо автоматически кикает через 5 минут. Это, конечно, если вы не купите защиту от кика всего за 299 рублей. Кстати, я об этом узнал уже ближе к концу, но раньше военный билет выдавали при получении второго звания, то есть сержанта, на которого я и повысился. Но потом админы почесали репу, и решили повысить требования до третьего звания. Знаете зачем? Конечно, чтобы всего за 199 рублей вы купили военный билет и скипнули эту армию нахрен. Но знаете, я нашел куда более выгодный товар. Всего за 0 рублей вы можете скипнуть весь этот сервер нахрен, и тогда вы не получите. Навязчивые просьбы отдать все ваши деньги каждую минуту в чате. Ужасные и отвратительные требования для повышения. Миг спамеров в голосовом чате. И в качестве вишенки на торте уголовное преследование за совращением малолетних, если вы были неосторожны и воспользовались тиндером, который тут есть в телефоне. Такого я еще нигде не видел. Но поверьте, этот ролик еще только начинается. Ведь дальше вы увидите, что происходит на сервере за 3,5 тысячи рублей. И какого нереального качества сервера можно сделать, если у тебя есть 10 лет жизни и огромная цель создать свою собственную MMORPG игру. Вообще MMORPG в Майнкрафте распространенная штука. Вы точно видели Сталкрафт. Недавно я видел метро у Тавянского. Где-то еще был Фоллаут. Но в наших краях совсем никто ничего не слышал про того, кто породил все эти RPG проекты в Майнкрафте. И это, конечно, Вункрафт. Вы, кстати, не подумайте, это не спонсорский фрагмент. У Вункрафта нет русского языка. Да и способа оплаты, работающего в России, тоже нет. Просто после того, что мы видели на первом сервере, ради контраста я хочу показать, как может выглядеть сервер, в который по-настоящему вложили кучу сил и души. Вункрафт это MMORPG сервер. Суть тут такая же, как и в любой RPG игре. Ты выбираешь один из пяти классов, которые очень сильно отличаются в геймплее, стартуешь бомжом и постепенно, прокачивая свои уровни, изучаешь огромный и проработанный мир. Вункрафт знаменателен своим контентным наполнением, которому позавидует даже мастодон Сталкрафт. Куда бы вы ни пошли, везде встречаются разные по внешнему виду и способностям враги. Все локации выглядят невероятно красиво и проработано, а если поставить мод Distant Horizons, с помощью которого можно видеть хоть на 100 или 200 чанков, и забраться на какую-нибудь гору, этот мир будет выглядеть просто чудесно. Этот сервер был в разработке аж с 2011 года, и изначально не подразумевался, как что-то настолько огромное. В 2013-м Вункрафт вышел в релиз, еще без текстурпака, а из врагов тогда были только стандартные мобы из Майнкрафта. Просто чтобы оценить, как сильно изменился Вункрафт за более чем 10 лет существования, посмотрите на доступную игровую площадь на релизе, и на эту же карту сейчас! Поражает, да? В Вункрафте есть куча квестов, и эта куча квестов по своему разнообразию, да и качеству, дает прикурить некоторым современным ААА играм. Да, отряд самоубийц? Например, один из квестов завел меня в пиратское подземелье, во время прохождения которого нужно было пройти целую кучу разнообразных мини-игр, от стрельбы пушкой до побега от как огромной пираньи и еще кучи всяких активностей. Но и тут не без минусов, конечно. Первый бросает в глаза сразу. Русского языка тут, увы, нет. На самом деле, тут вообще нет никаких языков, кроме английского. Помимо этого, у Вункрафта есть очень спорные моменты, например, такие как крафтинг и фермерство. Вы можете добывать ресурсы, чтобы крафтить из них реально сильное оружие и броню. Однако для этого нужно иметь высокий уровень в профессии добытчика. А сам геймплей по добыче выглядит вот так. Слава богу, что крафтинг здесь хоть и достаточно полезный, но совершенно опциональный. В общем, своим существованием Вункрафт доказывает, что без модов можно создать невероятно качественный сервер. Чего только стоят все эти объемные 3D-враги, которые сделаны какими-то совершенно жутчайшими костылями, но выглядят от этого совсем не хуже. Напомню, это все работает на ванильном Майнкрафте. Ну и, конечно, этот саундтрек, выполненный только на нотных влогах и проигрывающийся не в качестве музыки, заранее записанный в ресурспак, а прямо с сервера, это какой-то отдельный вид искусства. Теперь, когда вы увидели, что на самом деле можно выжать из Майнкрафта без модов, если вложить в это дело душу, вы, вероятно, совсем по-другому смотрите на первый сервер из этого видео, главным техническим достижением которого является, я хрен знает, кик из игры каждые 5 минут. Сервер в духе GTA поразил меня в самом худшем смысле, но следующий сервер, за вход на который админы просят 3,5 тысячи рублей, поразил меня еще сильнее, но уже немного иначе. ОСП вызов лудили мне все комментарии, и я, конечно, не мог пройти мимо этого невероятного чуда. Я поначалу даже не поверил своим глазам, действительно, 3,5 тысячи за вход. Как может одна лишь возможность поиграть на сервере в Майнкрафте столько стоить? Ежедневно онлайн НСП держится в районе 200 человек, а если судить только по малой части публичных данных, всего игроков, купивших доступ точно не меньше 5 тысяч. Чтобы лучше во всем разобраться, я решил действовать нагло. Скачал из интернета форму липового полицейского, и под видом проверки от опасного государственного ведомства, решил выйти на связь с Пятеркой. Сэр Мистер Пятерка, Великий Президент и Стример Всея Руси. И по совместительству владельцам этого сервера. Сегодня я буду с вами от лица РосРП Надзора Республики Чувашии, потому что в наше ведомство поступило анонимное обращение от пользователя Синтии Интернет. Прямая цитата. СП лучший сервер для всех людей, женщин и чебоксаров. Чебоксары попадают под юрисдикцию нашего ведомства, а поэтому на основании Закона Республики Чувашии 193 ФЗ о деятельности РосРП Надзора раздела 5 главы 4 статьи 3.2 под пункт 1 прошу предъявить ваш РП сервер к внеплановой ведомственной проверке. Вообще по кайфу. Почему-то моя авантюра с маскировкой сработала, и Пятерка согласился показать мне СП, минуя барьер в 3,5 тысячи. Я появился на спавне, и Пятерка сразу предложил мне отправиться в местный ад, чтобы использовать его как метро. И тут-то я и обомлел. И вот смотри, видишь, красное, желтое, зеленое. Ага, да, синий вид. И теперь открываешь на сайте карту метро, и как будто вот выбираешь, куда ты можешь поехать. Вот это то, что на сайте перекрестие. Это оно. Все это было построено в выживании обычными игроками этого сервера. А умельцы смастерили веб-приложение с картой этого метро, которое отображает не только города и ветки, но и кто ими управляет, и кто там живет. Пока мое обомление не закончилось, Пятерка сразу повез меня в следующее место. Но по пути мы подверглись атаке. Теперь он пьяный по твоей вине. Царица! Царица! Это так называемые чебоксары. Да, 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 я так и подумал. Сейчас я их закрю фастиком. А они не дадут сдачи тебе? Вполне возможно. Это были местные чебоксары. Так на СП принято называть игроков, которые постоянно норовят попасть в кадр к стримерам или ютуберам. Мы, однако, поспешили как можно быстрее скрыться от них в городе, куда мы и приехали. А приехали мы в парящий город в стиле стимпанка. Красота местного строительства, прямо скажем, поражает. Особенно с моей субъективной точки зрения. Человека, который ничего кроме земляных домиков никогда в жизни не строил. Немного побродив по навесистым улочкам, мы попали на заседание парламента. Как таковых админов на СП всего парочка. И все решения на сервере принимает парламент, в который входят обычные игроки сервера. Раз в какое-то время парламент собирается, чтобы обсудить какие-то дела майнкрафтерской важности. Ну и вот мы сидим в парламенте. Зря я в Дискорд вошел, потому что там начали обсуждать. О, пятерка вошел! Может быть что-нибудь важное пообсуждаем? Я думаю, б***ь! Айц! Например, на сайте СП есть раздел с петициями, куда любой игрок может подать свое предложение. А парламент в общем порядке рассмотрит это предложение и примет какое-то решение. Вообще, сайт на СП одна из ключевых механик, делающая этот сервер таким уникальным. Я уже говорил, что на СП почти нет админов. Но как может существовать сервер, на котором системно нет никаких ограничений на разрушение блоков? И любой проходимец, даже я, может сломать что угодно. Даже на спавне. Представим ситуацию. Вы открыли магазин, чтобы продавать в нем шляпы. И разместили его на центральной улице своего города. Но когда вы вернулись из отъезда, вас ждал неприятный сюрприз. Подождите, что тут? Ресторан открыли? Эй, а где моя полная шляпа? Я кабинет. Это теперь... Уже отухавать надо. С каких пор, а мой магазин? Надо было раньше, понял? Ваш бизнес был украден. А вы теперь бомжи, живете на улице. Что делать? Специально для таких случаев на СП есть полиция сложных приколов. Называемая тут ФБР. Это обычные игроки. Но с правом смотреть логи взаимодействий с предметами. Если у тебя кто-то что-то украдет, ты вызываешь ФБР. Они по РП снимают отпечатки пальцев и называют тебе никнейм того, кто тебя обокрал или загрифилил. А потом... Грабят на деньги. Да, вызов ФБР тут платный. Корпоратократия в чистом виде. Хотя с ФБР тут вообще лучше не связываться. Проходя мимо их офиса, нас с Кириллом остановили. Проверили на документы, которых у меня не было. Досмотрели. Нашли какие-то подозрительные бутылочки, которых у меня тоже не было. А потом закрыли в туалете и... Этот фрагмент я покажу на Бусте, с вашего позволения. На Ютубе такое не пропустят. Ссылка на мой Бусте в описании. Подписывайтесь. Кое-как нам удалось выбраться из этого проклятого коррупционного офиса. Но один из сотрудников выследил нас и отправился в погоню. Стоять! Вы зачем сломали имущество? Я могу откупиться яйцом? Нет, не можете. Есть золотой морковкой вот еще. Мы хотим, чтобы вы отбыли свое наказание. Кого? У меня вот время идет. Мне еще надо проверку проводят. Тут из РосРП надзора. У вас липовый работник. У него нашли допинг. Вы у него нашли его там. Но если вы говорите, что я подкину ему, вы меня хотите оболгать? Так, слушайте, вы вообще с кем так разговариваете? Это президент, попрошу уважения. А я говорю о безопасности на этом сервере. Эээ... Ммм... О, пятерка! Где? Блин, побежали, побежали. Окей, вернемся к нашему примеру. Допустим, ФБР вычислила грабителя. А что дальше? А дальше ФБР машет тебе ручкой и уплывает в закат вместе с твоими деньгами. А ты отправляешься на сайт подавать иск в суд. Иск будет рассматривать судья, другой игрок, который будет руководствоваться данными, которые ты прикрепил к делу, который представит любая другая страна или любое другое министерство и в результате вынесет решение. Это может быть как штраф, так и арест банковских счетов или даже бан на сервере в особо запущенных случаях. Арест банковских счетов? Да, точно, тут же, блин, еще и банк есть. На сайте в разделе кошелек можно создать банковскую карту. Валютой на сервере служит алмазная руда, они же ары. Если ты каким-то образом заполучил ары, например, продал что-то, добыл в шахте или, например, получил в качестве взятки за хорошие результаты проверки от Росерпанадзора, ты можешь прийти в любое отделение банка или вызвать банкира к себе на дом через сайт, отдать ему эти ары, и они сразу же появятся у вас на счету. В свою очередь банкир отнесет их к улёдам хранилища, где они будут ждать, пока вы их не снимете, не переведете кому-нибудь банковским переводом или пока банк не ограбит. Да, иногда случается и такое. Вот, например, банк на спавне совсем недавно ограбили, и ФБР опечатало здание обсидианом. Окей, экспедиа из Росерпанадзора, почему вы показываете нам сервер про выживание в Майнкрафте в качестве РП-сервера? Вы что, тупой? Спросите вы меня. Прошу уважительно относиться к должностному лицу, отвечу вам я, а затем расскажу, что СП на самом деле это РП-мультивселенная. Мы привыкли, что РП-сервера следуют какому-то одному сеттингу. Первый сервер из видео хотел быть похож на Америку, хотя был похож скорее на говно. А СП не пытается поместить нас в рамки. Все эти города, расположенные на карте, это по сути разные РП-зоны, которые сами игроки устанавливают сами для себя. Тут есть даже Припять из Сталкера. Все игроки берут тут на себя любые роли, которые захотят. Ты можешь тут встретить говорящих бурундуков, ковбоев с Дикого Запада или детей, которые будут требовать от тебя милостыню. Помогите деньгами, люди добрые. Вот, для детей инвалидов. Что это такое? Вот вам один ар. Спасибо, Боже. Спасибо Богу за этот прелестный день, что смогу прожить еще. Тут даже есть целые РП-фракции, например, огромная армия. Господа иные служащие, рассчитайтесь на первый, второй. Первый, второй, третий. Ну это классика. У этой РП-армии даже есть целая тюрьма, в которую суд может сажать нарушителей закона. А у вас есть какие-то заключенные, которые сейчас находятся в тюрьме? Мы сегодня задержали их, удали их в суду, и они случайно у нас оказались у реки и случайно сами себя расстреляли. То есть заключенные сами с собой п***ли, правильно? Преступники. Ну мы же не военные преступники, поэтому они п***ли сами с собой. А, ну все, я все понял. СП по своей изначальной сути действительно был сервером по выживанию в Майнкрафте для подписчиков пятерки. Однако за годы существования, за пять сезонов, СП превратился в огромную мультивселенную со своей собственной социальной сетью. Сразу несколькими СМИ в Телеграме, тысячами активных игроков и полностью саморегулирующейся системой управления сообществом. С судами, министерствами торговли, ФБР, парламентом и еще кучей всяких фракций и органов. Каждый из которых по-настоящему выполняет свою нужную задачу. Вспомните суды из GTA 5 RP, например. Это было что-то типа события, где одни гостники старались с другими гостниками в рамках небольших эвентов, проходящих, дай боже, раз в неделю. Эти суды были никому не нужны, ибо связать обидчика и побрить его на носа было всяко проще, чем заходить на какой-то форум и подавать какие-то иски. На СП в этот момент суды выполняют реальную задачу, разрешение реальных споров между реальными игроками. Пока в GTA RP законы придумывают лидеры правительства просто ради отчета для админов сервера, на СП законы написаны кровью, предложены игроками в качестве петиции и приняты другими игроками на заседании парламента. Например, на первом сервере из этого видео лидер армии однажды собирал кучу бойцов в строй, чтобы отправить их на мероприятие, где они должны были показать свои умения через текстовый чат, как правильно RP отжиматься. Зачем? Чтобы отправить это админу в качестве лидерского отчета. Админ еще и проверит, не допустил ли кто-то из вашего состава больше, чем одну ошибку в своих отыгровках. Ведь тогда отчет нужно будет отклонить. На GTA RP подобных серверах едва грамотные дети 4 или 5 класса вставляют друг другу претензии за то, что кто-то забыл написать точку в конце отыгровки в чат. В это время чуваки с СП совершенно без требований к ролевой игре красиво маршируют на плацу, участвуют в живой экономике, принимают участие в реально важной для сервера политике и судятся для решения реальных споров. На GTA RP серверах игроки играют РП просто потому, что их заставили это делать. Неважно были это админы или преподаватели университета. Люди в таких местах рпшат не потому, что это имеет смысл, а потому что иначе просто нельзя. В свою очередь на СП РП взаимодействие между игроками не просто имеет смысл. На нем выстроено все взаимодействие между всеми игроками, что и делает это РП ценным само по себе. Просто подумайте, кто по-вашему по-настоящему рпшит? Банкир, который не написав ни одной отыгровки в чат, положил мои деньги на счет в банке, тем самым запустив длинную цепочку экономических событий на сервере? Или рекрут армии, который для отчета написал 100 рп отыгровок в чат о том, как он помыл пол на КПП? Не знаю как для вас, а для меня ответ очевиден. Именно поэтому, проходив по куче рп серверов разной направленности, на данный момент я считаю сервер, на котором рп вообще не является обязательным, одним из лучших рп опытов, которые можно получить. Но стоит ли это 3,5 тысячи рублей? С точки зрения потребителя контента, нет, не стоит. За эти деньги можно купить дорогую ААА игру, например, Киберпанк, и получить 70 часов крутого сюжета. Но если смотреть на 3,5 тысячи, как на членский взнос в клуб, который не имеет аналогов, то эта цена выглядит хоть и достаточно высокой, все еще весьма адекватной. А с учетом того, насколько дохрена желающих поиграть на СП, и насколько плохо сам сервер технически справляется с 200 игроками онлайн, я вполне себе пойму, если Пятерка решит поднять цену и до 5 тысяч рублей. Кстати говоря, это видео было доступно на моем бусте за целые сутки до выхода на Ютубе. Помимо этого, там есть еще куча не вошедшего материала. Например, как я посетил выставку нюдсов на СП, да, там есть и такая. И еще куча других приколов. Становись сотрудником РосРП-надзора на моем бусте, чтобы получить доступ к закрытому контенту и чату со мной в Дискорде. Ну и подпишись на канал. До 2025 года я должен иметь 200 тысяч подписчиков на этом канале. Не подведи. Увидимся.